Еще раз добрый вечер. Наверное, прежде чем поговорим о фестивале, мы проанонсировали, что 25 числа под открытым небом уникальное действие произойдет, открытие музея. Так ли это? Все ли мы правильно рассказали? Все правильно, 25 числа в 11 часов у нас официальное открытие нашей уличной экспозиции, хотя уже многие успели подглянуть одним глазом, но все равно это еще не все, то есть она вот сейчас еще дорабатывается, последние штрихи, можно сказать, и поэтому мы всех приглашаем, ждем, будет организованы несколько экскурсий, то есть будет экскурсовод, не просто ребята могут походить посмотреть, а могут еще послушать. То есть действительно те люди, которые, скажем так, смотрели обо всем по телевизору, читали информацию в интернете, они теперь смогут услышать экскурсоводов, которые все-таки, наверное, более детально расскажут о каждом объекте и о тех ключевых моментах, которые мы показываем на нашей экспозиции. Ну что, я могу сказать, что конец мая 2016-го достаточно активный по событиям в городе Днепропетровске, в городе на Днепре, в Днепре уже, коль в студии появилась гитара и, значит, прозвучит песня. Сергей, вы один из исполнителей на будущем фестивале, поэтому давайте, наверное, вопрос все-таки к вам, какие песни будут звучать, чье авторство, вы, наверное, один из авторов, поэтому и что вы хотите донести этими песнями для тех, кто вас будет слушать? Ну, сегодня начинают съезжаться участники и анонсировано участие от 20 человек. Это все ребята, которые в той или иной степени относятся к АТО, это участники АТО, это волонтеры, это родители погибших в АТО солдат. А песни будут самые разные. Песни, не только песни, рожденные в АТО, не только песни, рожденные в АТО, те, которые пелись в блиндажах, где-то на переездах, на маршах, а и песни о любви, песни о родине, песни о близких людях. Таких песен много. Ребята, которые будут петь песни, это, ну, преимущественно, они все авторы и исполнители, может быть, ну, небольшие профессионалы, но зато эти песни, они спеты с душою и написаны они из души. Ну, если говорить о душе, давайте послушаем. Песня называется «Письмо жене». Жди меня, родная, домой с войны. От открытых лиц, от свободных птиц и от мирной жизни моей страны. От открытых лиц, от свободных птиц и от мирной жизни моей страны. Я приду, родная, к тебе клянусь, и губами шеи твоей коснусь. Через градобой, через минный вой, через холод ужас и боль прорвусь. Мы все это вспомним когда-нибудь. Жди меня, родная, к тебе клянусь. А пока, родная, мой труденый путь. Жрет меня она, эта тварь война. Ну, а ты, родная, ты просто будь. Жрет меня она, эта тварь война. Ну, а ты, родная, ты просто будь. Ну, а ты, родная, ты просто будь. Ну, а ты, родная, ты просто будь. Ну, песня грустная, но финал-то позитивный. То есть, что мы вспомним когда-нибудь, и все будет хорошо. Когда же это хорошо наступит, Наташа? На самом деле, это не самая грустная песня, вот, но мы выстраивали концерт таким образом, чтобы проводить наших зрителей, можно сказать, от минора к мажору, то есть, чтобы все-таки этот концерт не превратился в реквием, вот. Потому что, на самом деле, песни очень разные, то есть, есть песни, которые посвящаются любимым, есть песни, которые посвящаются погибшим товарищам, а есть, в том числе у Сергея, очень даже оптимистичные, веселые песни, которые посвящены и волонтерам, и поварам, и водителям. То есть, на самом деле, вот этот новый культурный пласт, да, который мы сейчас открываем, я надеюсь, что мы это делаем не зря, потому что даже если эта песня помогла жить хотя бы там одному-двум людям, да, значит, вот это творчество имеет право на жизнь, и оно передает силы, оно дает оптимизм людям, и оно дает им вот надежду на то, что все будет хорошо, как вы сказали, что вот все-таки впереди есть просвет, и мы все-таки, наступит мир в нашей войне, когда грустные песни будут, наверное... Историей, только историей. Вы сказали, что порядка 20 исполнителей, есть ли среди этих исполнителей очень известные люди, есть ли, скажем так, звездные гости фестиваля? Вы знаете, на самом деле... Или такая задача не ставилась? Нет, мы хотели пригласить всю Украину, и у нас это получилось, потому что у нас география участников очень широкая. Это и Луцк, и Калушево на Франковской области, и представленные участники из Донецкой и Луганской области, вот в том числе Сергей из Луганской области. Вот, и мы... Да, действительно, есть песни, которые узнаваемые, есть песни, которые нам ребята советовали. Вот, они знают о том, что, ну вот, например, в 25-й бригаде есть очень талантливый поющий певец, и нам ребята посоветовали, а попробуйте его найти. Вот, и как бы вот одновременно и он подал заявку, и мы его нашли, то есть тут все как бы срослось. Да, то есть я думаю, что многие песни, которые будут звучать, ребята, участники АТО, которые придут на наш фестиваль, они наверняка их уже слышали, потому что они между собой очень часто общаются, очень часто слушают, друг другу ссылки бросают на эти песни. Вот, но, как бы, может быть, мы действительно нашли какого-то таланта, о котором никто раньше не знал, и мы об этом сами еще не знаем, да? Вот, то есть, но, что я хочу сказать, очень часто нам задают вопрос, а будет ли диск? На самом деле мы не задумывались, будет ли диск, но настолько часто мы слышим этот вопрос, да, что диск, наверное, будет. Сергей, не могу у вас не спросить, вы пишете песни на злободневную тему, тематика войны. Вот если взять и углубиться в историю, в конце 80-х тоже появилось очень много песен, которые сейчас исполняются, вот, скажем так, у костра за столом, когда людей вспоминают. Отличаются ли те песни от современных? Конечно, конечно. Немножко другая мелодика. Я хочу сказать вот в тему как раз, очень сильный, вот я прослушал репетицию сегодня, очень сильный состав подобрался. Поют ребята, которые не просто поют от души, а это всегда, вот, когда песня идет от души, это всегда и зритель видит, и слушатель слышит. И подобрался состав такой, что ребята поют не просто, вот, не только те, которые просто поют от души, а подобрались ребята, которые действительно поют на довольно высоком профессиональном уровне. И песни замечательные, и песни совершенно разные. Я не знаю, будет ли рэп и хип-хоп, но разного стиля песни будут это точно. Касаемо старых песен, знаете, я стараюсь не петь чужих песен, пою свои. Но есть одна песня, которую Высоцкий написал аж в 1976 году. И вот в этой песне я поменял только последнюю строчку, а это песня фактически об этой войне. Понимаете, я сам эту песню узнал только, когда уже попал на войну, уже после того, как начали мы воевать. Я услышал эту песню в исполнении ДДТ, в исполнении Шевчука. И она меня просто захлестнула. Понимаете, это песня 1976 года о причинах этой войны, о том, почему и как началась война на Донбассе. И вот она актуальна до сих пор. Много песен Цоя сейчас востребованные, актуальны. Машина времени тоже. Но песни сейчас немножко другие. Немножко другие. Ну, я сподіваюсь, что каждый из тех, кто прийде до парка Шевченко, отримает возможность почути, насколько они изменились. Запрошуйте, пожалуйста. Да, мы приглашаем всех жителей гостей Днепропетровска завтра в 16.00. Открытие нашего гала-концерта «Летний театр» в парке имени Шевченко. Вход абсолютно свободный. Приходите заблаговременно, занимайте места. Вас ждет очень интересный, удивительный концерт, в том числе со звездами. Дякую, что знайшли змогу и завітали до нас. Слава Україні! Героям слава! Ну, а нашим глядачам нагадаю, що у гостях 9 каналу був координатор Центру допомоги учасникам АТО та їхнім сім'ям Наталя Шуліка та один з авторів пісень на майбутньому фестивалі Сергій Кононенко.